В 1941 году Золотой век Британской империи близился к закату, но ее солнце сияло все так же уверенно. После войны правительство лейбористов приступило к разоружению, но влияние британцев во всем мире оставалось огромным. Мало где колониальная жизнь была такой же роскошной, как в Кении, ставшей одним из самых ярких бриллиантов британской короны. Бушевала мировая война, а в Найроби не прекращались танцы. 23 января 1941 года Кто бы мог подумать, что для светского льва, красавца графа Эррла, этот вечер станет последним. Если в три ты не будешь спать, для меня это не поздно. Да. До встречи. Мартовский кот назначает очередное свидание. Не успел с одной до ужинать, а уже стремишься к другой? Мне показалось, ужин закончился. Пудинга никто не захотел. И не надо делать преждевременных выводов. Три часа, Джосс. Знаю. Развлекайтесь. Пойдем. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok В ночь на 24 января 1941 года Джослин Виктор Хэй, 22-й граф Эрл и потомственный лорд-констебль Шотландии был убит по дороге из Нгонга в Найроби. Жил он в основном ради удовольствия во всех его проявлениях в центре знаменитой Счастливой Долины. Типичный герой анекдоты. Вы женаты или живете в Кении? Возможно, убийство лорда Эрла выстрелом в голову и не было такой уж неожиданностью. Даже для военного времени суд над английским баронетом, обвиняемым в убийстве шотландского графа, был сенсацией. Журналисты и публика ловили каждое слово, смакуя малейшую деталь из жизни Счастливой Долины. Многие могли желать смерти Эрла, но полиция арестовала самого недавнего из обманутых мужей сэра Джока Делвеса Броттона, 11-го баронета Додингтона в графстве Чешир. Многие и тогда, и потом подозревали жену Джока, Диану. Она была любовницей Эрла и хотела выйти за него замуж. Ее план потерпел неудачу. Хью Диккенсен, бывший любовник Дианы, душка Хью, был уверен в ее чувствах, пока не появился Эрл. Гладис Деламер была уникальной женщиной, потому что не стала любовницей Эрла. Но как же она этого хотела? Кроме того, шла война. И Эрл был ключевой фигурой в битве против фашистов. Может, убийство было совершено из-за политики, а не из-за любви? Как бы там ни было, на суде Броттона оправдали. Хотя, почему так получилось, до сих пор остается загадкой. Эта история привлекла немало внимания. Все говорили о моральном разложении высшего общества. Тем не менее, никому так и не удалось узнать, что же случилось той жаркой африканской ночью в военное время. Расследование ведет Джулиан Фэллоус. Самое загадочное убийство. Дело графа Эрлла. Тремя месяцами ранее. У Джосса Эрлла с самого рождения было все. Древний титул, внешность кинозвезды, он даже был умен. Не было только денег. Его семья обеднела, и деду пришлось продать фамильный замок Слэйнс. Но Джосс сохранил аристократическое чувство долга, и когда началась война, согласился стать военным секретом в Восточной Африке. Работа была ответственной. Через немецкие и итальянские колонии нацисты могли напасть на британские земли в Африке. Но Джосс был на своем месте. Он был умен и отчаянно любил как Британию, так и свою приемную страну Кению. Гладис, у нас встреча? Говорят, было восстание. Правда? На севере. Не слышал. Мне бы ты все равно не сказал. Тогда зачем спрашивать? Из желания помочь. Ты хочешь, чтобы я больше рассказывал, но я не могу. Гладис была вдовой лорда Деламира, одного из основателей британской Кении. Она обожала Кению, возможно, потому что та освободила ее от прошлого, в котором у нее был роман с принцем Уэльским. Я не мешаю? Нет, проходите. Леди Деламир уже уходит. Конечно. С военным министерством Джосс общался через агента британской разведки. Полагаю, это по поводу восстания. Кого можно отправить для наведения порядка? Недалеко от Накуру есть человек по имени Бланделл. Выращивает кофе и разводит скот. Он говорит на их языке. Когда можно... Он уже выехал. Вы быстро работаете. Если каждый раз ждать приказа из Лондона, все может затянуться на месяц. Как же нам вас отблагодарить? Думаю, вы знаете как. Многие поселенцы приезжали в Кению, и это было прекрасное место. Умеренный доход позволял твердо стоять на ногах. В Англии же после 14-го года стабильностью могли похвастать только очень богатые люди. Они собирались в клубе Мутейга. Это было основное прибежище аристократов. Смех да и только. Они думают, мы будем жить в одной комнате. Не волнуйся, дорогая, я разберусь. Почему бы тебе не присесть? Первая жена Джока Броттона сбежала с бывшим мужем Дианы Митфорд, лордом Мойном. И в 40-м году, чтобы залечить разбитое сердце, он женился на чрезвычайно привлекательной и очень общительной Диане Колдуэлл. Его друзья отнеслись к этому скептически. Но Диана хотела переждать войну в Кении, а в те времена незамужние женщины никогда бы не дали разрешения на въезд. Я все уладил. Позвольте. Спасибо. Пожалуйста. Мне это в радость. Где же Уилки? Пошла за остальным багажом. Могла бы предупредить. Иди разбирать вещи. Без прислуги я не могу. Отец Дианы Броттон владел автомастерской. Какая прелесть. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Диана. Душка Хью. Когда вы приехали? Когда? Только что. Вот наш багаж. Прекрасно. Она хорошо адаптировалась к новым условиям, и скоро счастливая долина стала для нее родной. Туалетное мыло. Какая роскошь. Как хорошо, что я уехала из Англии. Там, наверное, сейчас ужасно. С бомбежкой я еще могла смириться, но пошли на ночелке это слишком. Если бы ты приехала раньше, я бы на тебя женился. Ты уже женат. Я бы развелся. Это было бы мило. Жаль, что ты небогатый. Все легально. Он отпустит меня, если я найду кого-то другого. И если я уйду, он даст мне денег на пять лет. Как ты его заставила это подписать? Ты же меня знаешь, дорогой. У меня есть свои хитрости. Диана управляла коктейльным клубом в Мэйфере, когда начался ее роман с Мэйфером. Она назвала его Душках Ю, и он казался таким же сентиментальным, как и его прозвище. В 41-м он служил в войсках связи, и когда узнал, что она собирается в Кению, добился перевода поближе к ней. Но если он любил Диану, то для нее он был всего лишь забавой. Что же касается соглашения с Броттеном, то, видимо, Диана не разглядела истинных мотивов Джока. Он бы не подписал такой контракт просто так. Вы здесь из-за войны? Не знаю. Это зависит от Дианы. Моей новой жены. Не знал, что вы с Верой развелись. Совсем недавно. Мы с Дианой поженились в прошлом месяце в Дурбане. А вот и она, дорогая. Познакомься с Джеком Сомсом, моим школьным товарищем. Как поживаете? Где молодожены? Леди Доломир, супруга мэра Найроби. Вы должны с ней познакомиться. Должна. Где вы познакомились с Джоком? В баре. Он был пьян, а я танцевала с другим мужчиной. Мило. Из войны тут что-нибудь изменилось? От войны нигде не спрячешься. Чтобы люди не говорили, мы тоже не сидим на месте. Джосс прекрасно справляется с обязанностями. Надеюсь, в Лондоне это оценят. Кто такой Джосс? Лорд Эрол. Джок его знает. Ты его видела. Он помог Уилке принести чемоданы. Ах, этот. Так это он, Джосс Эрол. Не ожидал, что он теперь герой войны. Раньше о нем говорили лишь как о сердцееде. Это было давно. Он очень изменился. Никто не любит Кеннио так сильно, как он. Диана. Он нет. Джун. Ты уже расположилась? Так вы знакомы? Мы летели в одном самолете. Хватит болтать, я голоден. Не ворчи, Джейси. Еще увидимся. И как они только находят друг друга. Пожалуй, мы тоже пойдем. На следующих выходных я еду за город. Не хотите присоединиться? Что скажешь, дорогая? Было бы замечательно. Мне скучно. Не подходи так близко, дорогая. Можно попробовать? Позвольте мне. Цельтесь поэтому. Или поэтому. Новичкам везет. Это точно. Не знал, что ты умеешь стрелять. У женщины должны быть секреты. Осторожней. Особенно ты, дорогой. Ты бы не с ума сошла. В чем дело, дорогой? Шуток не понимаешь? Не дай бог жить на ферме. Никогда мне не было так скучно. Вы бы нашли себе развлечение, Миледи. Дорогая, ты не будешь возражать, если меня сегодня вечером не будет. Мне нужно посмотреть один дом, который я думаю снять. Ты ведь не очень расстроишься? Ничуть. Меня заберет Душко Хью. Я бы не хотел, чтобы ты его так называла. На другие имена он не откликается. Над Европой сгущались тучи войны, силы нацистского блока приближались к Африке, но ужин в клубе Мутейга подавался неизменно. Что из себя представляет лорд Эрол? Не начинай, у тебя и так нелегкая жизнь. Не знаю. Не возражаешь, старина? Конечно, не возражает. Смотрю, Джо снова взялся за старое. И особого сопротивления он не получает. Вы знаете, Леди Брутон? Нет. Но, видимо, бедный старина Джо сегодня очень занят. Везет ему. Глэдис готова меня убить. Пригласите ее, а то она меня никогда не простит. Не стоит. Может зазнаться. Хватит. Даже не смей. Надо что-то сделать. Не надо. Пусть сами разбираются. Как ты? Не переживай. Такова моя доля. Он всегда выглядит так сердито. Он действительно сердится. И я не могу понять, почему. Он отказался от титула. На самом деле он лорд Карбери. Когда я спросила, почему он ударил меня. Наверное, у него было трудное детство. Но ведь у всех так. Почему ты позволяешь ему бить себя? Лучше спроси, почему я вышла за него. И почему же? Даже не знаю. Тогда мне это казалось правильным. Я его третья жена. Мне все говорили, что это безумие. А что с предыдущими женами? Одна с ним развелась, другая разбилась на самолете. Когда живешь в опасности, надо знать о ней все. Джосс разбил больше сердец, чем Казанова. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. И не говори, что тебя не предупреждали. Почему все женщины такие ветреные? Вы прекрасно танцуете. Спасибо. Полагаю, танцы – не единственный ваш талант. Я стараюсь быть всесторонне развитой. С первой женой он развелся, вторая умерла от наркотиков. Джосс был противоречивой натурой. Умный, патриотичный, трудолюбивый, но лишенный всякой морали и привыкший жить на грани. Девота. Русский дом. Умный, патриотик. 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 Сейчас что-то будет Хью Ты не видел Диану? По-моему, она пошла в бильярдную Диана вас искала? Правда? Я только что с ней разговаривала У меня для неё новости Правда? Мне удалось снять дом, думаю, Диане понравится А вот и она Привет, дорогой Эрол, как хорошо, что я вас встретил Я тоже обеспокоен войной Мне бы очень хотелось помочь Но я не знаю как Приходите завтра, что-нибудь придумаем Как вы играли, Леди Броттен? Чудесно Ты играешь в бильярд? Я и не знал Она отлично играет Прошу прощения Чудесный дом, Диана Просто восхитительный А что скажет Джок, когда узнает? Уилки, ты перемешала зимнюю и летнюю одежду Вытащи всё и начни снова Бедняга, Джок, он милый Можешь забрать его себе Уилки, ты нашла кофту к этому? Пока нет, миледи В доме для гостей можно поселить душку Хью Почему бы нет? Будет кому ездить по твоим поручениям Хайли Селесси умолял Лигунации о помощи Но Муссолини не захочет отдавать Эфиопию Тем более, когда пролито столько итальянской крови Это повлияет на нас? Повлияет С Эфиопии начнётся североафриканская кампания Я слышал, в прошлую войну вы получили ранение Кто вам сказал? Кажется, Глэдис Да, мне не повезло Нога до сих пор побаливает Кения — хорошее место для нового старта Я тоже так думал Эрол был прав Борьба за трон в Эфиопии была неотъемлемой частью фашистского плана завоевания Африки Мой отец состоял в небольшой секретной группе В задачу которой входило сохранение трона за императором Хайли Селесси Немецкая итальянская победа поставила бы под угрозу британскую Кению И сам Эрол, безусловно, превратился бы в мишень А что касается Броттона, то ему, наоборот, невероятно повезло У него случился солнечный удар накануне боя, в котором погибла большая часть его подразделения Конечно, он был не виноват, но угрозение совести испытывал всю оставшуюся жизнь У меня сложилось впечатление, что он считает меня полезным По-моему, многие его недооценивают Меня не переубедишь Бедный Джок, его очарует любой, кто скажет доброе слово По-моему, он славный Думаешь? А по-моему, жалкий Какое красивое платье, Диана Спасибо А я уже совсем отстала от моды и превратилась в деревенскую старуху Вы давно в Кении? Глэдис приехала с отцами-основателями, правда, дорогая? Не совсем Я приехала в 28-м Раньше всех Кроме меня С днём рождения Что? У кого сегодня день рождения? У меня Но ты даёшь, Джосс Почему ты не сказала? Я никому не говорю Не согласитесь потанцевать Хорошо Хорошо Потанцуем? Нет, спасибо У меня нога Я с ней работаю Из военного министерства Как вы узнали, что у меня день рождения? Я всё знаю Я надеялся отметить его должным образом Наедине Как знать Возможно, это ваш счастливый вечер Давай я отвезу тебя домой, Глэдис Я доберусь Спокойной ночи, до скорого Спокойной ночи Я уговорила Диану переночевать у меня Не возражаете? Мне так страшно оставаться в доме одной Когда Джесси уезжает А как быть с одеждой? Я одолжу что-нибудь у Джуна Наутро Муэлки принесёт мои вещи Если ты против, я не пойду Что ты? Иди Возьми машину Потом отправите её за мной Не надо У меня есть машина Спокойной ночи, котик Приятных снов Спокойной ночи До завтра Солнце не знал, что ты был здесь Спокойной ночи, Джок Джок не хотел верить в существование романа Но его покой был нарушен анонимным письмом От одного из членов клуба Автор был уверен, что Броттону следует знать, что творится у него под носом Он обвинял его в трусости Что вы собираетесь с этим делать? Безусловно, подобные письма не были в колониях чем-то необычным, особенно в Счастливой долине Это могло оказаться лишь чьей-то злой шуткой Хотя могло быть и правдой Они не признают наших стараний Все думают, что мы только нежимся у бассейна и попиваем коктейли В некоторых случаях так оно и есть Когда я думаю о моей Кении Кения не твоя, Глэдис, и в целом мире ты никому не нужна Не понимаю, Джон, как ты его терпишь? Надо привыкнуть И она почти всегда пьяна Полегче, Джон Не лезьте под каблучник Дорогой Признай, Глэдис, Лондон уплевать на нас Лондон беспокоит только Лондон И правда в том, что немцы считают нас важнее всех остальных Сколько нам еще этого слушать? Пока я не замолчу А я говорю вот что К черту Англию надо дружить с Германией Джон, прошу тебя Отстань По-моему, вы должны немедленно уйти Это точно Чтобы эти двое могли уединиться наверху Даже молочники об этом судачат Я принесу Арники Да Ну что я могу сказать По крайней мере, с ним не скучно Душка Хью очень отважный А что, если этот ужасный человек откажется вылезать из машины? Бедный Душка Хью Он, наверное, тебя ненавидит Ты в нее влюблен? А тебе она не нравится? Я еще не решила Лжешь Мне интересно, что ты собираешься делать? О чем ты? Ты женишься на ней? Это очень жестоко по отношению к Джоку Тебя это беспокоит? Я ухожу Пойду попрощаюсь с Джоком Не понимаю, как с ним можно жить И вообще, как можно было выйти за него замуж Моя мама говорит то же самое Думаю, меня привлекла его непокорность И что нам, мужчинам, надо? Почему мы не можем жить с кем-то добрым и ласковым С кем-то, кто действительно хочет делить с нами жизнь? Может, в следующий раз повезет Я живу как в аду Я больше не могу так жить Надо Больше ничего не остается Джейси уехал Душка Хью отвез его домой Слава Богу А Джосс? Тоже уехал Надеюсь, ты понимаешь, какой он особенный Глэдис Не надо пытаться ко всему приложить свои руки Диана Где она? Я не могу так Не могу Мне надо развестись Ты доберешься одна? Конечно Я думала, ты давно уехал Нет, я отдыхал Мне надо идти Как вы поедете? Меня отвезет водитель Джока Готовы? Джосс отвезет Джун домой И я решила тоже поехать побыть с ней ночью Вы не возражаете? Нисколько Отдыхайте Вы не проведете Мышет Идем Про всю söz Нı ДИАНА У себя на родине Джосс и Диана никогда бы не позволили себе такой неосторожности. Тем временем Джок Броттон пребывал в крайне подавленном состоянии. Я люблю ее. Не сомневаюсь. Я не знаю, что мне делать. Спроси Эрл, а не собирается ли он на ней жениться. Если собирается, то, боюсь, тебе придется сдержать свое обещание и отпустить ее. Но если нет, пусть убирается к черту и увези Диану подальше. Вот. Это поможет тебе заснуть. Спасибо. Что? Твоя шея слишком оголена. Оголена? Оголена. Сядь. Чьи это? Твои. А были чьи? Моей жены Молли. Все будут спрашивать, откуда они. Так скажи им. Джоас, ты уверен? Конечно, уверен. Жемчужинам не место в банке. К тому же они теряют свой блеск, если их не носить. Я никогда не буду их снимать. Если Диана стала мечтать о большом будущем со своим любовником, Броттон, начиная с этого самого момента, стал постепенно сходить с ума. Проблема была в том, что обещание отпустить Диану он дал, чтобы убедить ее выйти за него замуж. И меньше всего на свете ему хотелось отпускать ее. И со стороны Дианы было очень наивно полагать, что он действительно это сделает. Ухудшало положение и то, что Броттон начал принимать огромные дозы снотворного вместе с неограниченным количеством алкоголя. Смесь была взрывоопасной. Ты когда-нибудь видел их на Молли? Видела, и на ней они так не смотрелись. Что ты скажешь Джоку? Я собираюсь сказать ему правду. Я бы на твоем месте не стала. Надо быть уверенной в Джоссе. Скажу, что мне их тетя подарила. Диана, я украла у тебя платок. Мы уходим. В клубе нас ждет душка Хью. Я переоденусь и подъеду. И что же будет? Ты меня знаешь, и я не пропаду. Она не выглядит несчастной. Не забывайте, что Джосс женится только на наследницах. Если посильнее надавить, карточный домик рухнет. У Эррла нет ни гроша. Буду работать. Ты всегда говорила, что не выйдешь за мужчину без денег. Я изменилась. Люди меняются. Я не изменился. Дорогой, будь у меня хоть какое-то чувство, я бы выбрала тебя, но чувства не было. Послушай, я должен тебе кое-что сказать. Твой муж не так-то прост. Ты знала, что он хотел нарушить договор? Он хотел продать поместье. Когда? Пару лет назад. Ему не позволили. У него ни гроша. Почему ты мне раньше не сказал? Я узнал, когда вы поженились. Потом меня не было поблизости. И ты ждал подходящего момента. Возможно, я был рассержен. Мне доставляло удовольствие думать, что ты тратишь себя на старика без гроша в кармане. Прости. Не извиняйся. Ты освободил меня. О чем ты? Мне легче от мысли, что он меня обманывал. К тому же, если бы я не поехала в Кению, то не встретила бы Джо Сэррла. Диана, мне надо с тобой поговорить. О чем? Я хочу, чтобы ты поехала со мной на Цейлон. Что? Я хочу, чтобы ты поехала со мной на три месяца. Если после этого ты все еще захочешь быть с Джоссом, я отпущу тебя. Ты говорил, что отпустишь, если я полюблю другого, и я полюбила. Отпусти меня. Мне не нужны твои деньги, об этом не беспокойся. Ты довольна? Что? Ты знаешь, что он не богат. Не понимаю, о чем вы. Всем понятно, почему ты так подталкиваешь ее к Джоссу. И что же понятно? Тебе нужен старик Джок. Над чем ты смеешься? Над вами, моя дорогая, над вашей жалкой попыткой измаскировать свою ревность и безответную страсть к Джоссу. Простите, но это смешно. У нас с ним понимание. Вы имеете в виду, что он понимает, что ему надо бежать при виде вас? Понимаю, тяжело, наверное, быть единственной в Кении, с кем он не хочет переспать. Да как ты смеешь, распутная пьяница? Я забыл шляпу. Если думаешь, что он верит вашим с Дианой рассказам, значит, ты еще глупее, чем он. У меня украли один из пистолетов. Какой пистолет? Который ты недавно крутил? Да. По-моему, украли именно его. Ты его не прятал? Прятал, но теперь его больше нет. Может, заявить в полицию? Пропажа огнестрельного оружия — это всегда серьезно. Особенно, когда идет война. И Джок Бротон действительно обратился в полицию в тот же самый день. Есть новости с Севера? Не особо. Цент все еще задает Роммель. Придется встретиться с лучшим генералом Гитлера. Есть кое-что, что играет в нашу пользу. Что же? Большинство его солдат — итальянцы. Чуть не забыл. Это оставили вам в клубе. Плохие новости? Плохие, да. Но не совсем новости. Где он? Лорд Тэррол? Да. Нет глупее старого дурака. Кто это написал? Понятия не имею. Пусть забирает ее, если хочется. Только пусть убедит меня в серьезности своих намерений. Она не будет всего лишь одной из его женщин. Соедините меня. Это был Джок. Хочет встретиться со мной у адвоката. Он не сказал, зачем? Думаю, мы все знаем, зачем. Привет, Глодис. Джосс, ты должен немедленно остановиться. Все это может иметь крайне неприятные последствия. Ты не пыталась держать себя в руках? Разве ты не понимаешь, кто она такая? Это охотница за золотом. В таком случае она очень сильно ошиблась. Я серьезно. Довольно. Ты же всем говоришь, как ты любишь Кению. Мы на войне. Какая разница, с кем я сплю? Взрослей. Не вставайте. По-моему, я уже говорил вам, что собираюсь на Цейлон. Я подумал, может, мы поужинаем сегодня, чтобы разрешить все вопросы. Что скажете? Почему нет? Вот и отлично. Я уже пригласил Джон. Вы не видели Хью? Думаю, стоит собрать всех основных игроков. Фью лежит дома, а у него что-то с ногой. Что за невезение. Думаю, Джейси мы не будем приглашать. Без него будет гораздо лучше. Тогда ладно. Да. Днем мне надо поработать. Только не опоздай на ужин. Говорят, ты собрался жениться. Это не самые плохие слухи. Слухи правдивые. Разведчики знают, что делать со слухами. Мы начинаем крупную военную операцию. А весь вчерашний день я провела с полубезумным, ревнивым мужем. Да, он умеет надоесть. Я серьезно. Я думала, ты успокоился. И рекомендовала тебя. Я не виноват, что Броттон теряет на собой контроль. В военное время все может случиться. Что будет с Уилки? Мне будет не по карману ее содержать. Будешь сама одеваться. Миллионы людей это делают. Ты не хочешь ее забрать? Это все, Мелидия? Да, спасибо. Бедняжка у Уилки. Бедняга Джок. Не понимаю, зачем он устраивает этот ужин в таком состоянии. Он справится. Как ты можешь быть такой жестокой? Тебе непонятно? Как бы там ни был, он твой муж? Перестань, Джун. Никто так не помогал нам с Джоссом, как ты. И я знаю почему. Не строй из себя покорную жену. Тебе это не к лицу. 23 января 41-го года, вечер. Они быстро износятся. Вы долго будете на Цейлоне? Пока не решил. Надеюсь, там безопасно. Так же, как везде. Я бы не был так уверен. Туда могут добраться японцы. Тогда им придется поддерживать нас, а не какого-то австрийского декоратора с усами, как зубная щетка. До сих пор не пойму, зачем ты уезжаешь? Думаю, мы все понимаем, что мне пора уехать. Почему бы не на Цейлон? Давайте за это выпьем. За Диану и Джосса. Желаю им счастья. Мы собирались на праздник, на Клармонт-Роуд. Не привози ее слишком поздно. Что для вас слишком поздно? Она устала, Джосс. Пусть вернется к трем. Прошу прощения. Если в три ты не будешь спать, для меня это не поздно. Да. До встречи. Дикий кот назначил очередное свидание. Не успел с одной до ужинать, а уже к другой стремишься? Мне показалось, что ужин закончился. Пудинга никто не захотел. И не надо делать преждевременных выводов. Я тебя знаю. Не так хорошо, как ты думаешь. Три часа, Джосс. Знаю. Развлекайтесь. Пойдем. Поверить не могу. Да. Забавно, конечно. Но он уже на грани. Я решила, что я не буду требовать от него обещанных денег. О чем ты? При разводе. Я не буду просить денег. Ты ведь не возражаешь, дорогой? Нам же не нужны деньги для счастья. Джосс. Я не думал, что мы дошли до этой стадии. Не понимаю. Дорогая. Дорогая. Мы на войне. Завтра произойдет большой прорыв на север. Я должен был тебе сказать, но ты должна понимать, что поставлено на кон. Я знаю, что на кону. Моя жизнь на кону. Мое сердце на кону. Конечно, дорогая, это тоже важно. Но неужели ты не понимаешь, что в большой схеме мы не имеем значения? По крайней мере, не сейчас. Все будет как раньше, но только когда все утрясется. Джосс. Мой муж уезжает из-за тебя. Только не говори, что до меня все было прекрасно. Я ничего не говорю. Просто хочу, чтобы мы были вместе. Я люблю тебя. Я никогда не говорила этого искренне ни одному мужчине. Я польщен. Ты польщен? Если она думает, что получит от меня пять тысяч фунтов, она ошибается. Не надо мне все рассказывать. Она может уйти и жить с ним, если хочется, но я не буду за это платить. Пойдемте. Я еще выпью. Не надо. Я хочу выпить. Джок. Все нормально? Конечно. Почему нет? Идите спать. Утром поговорим. Спокойной ночи. Джок. Вы не должны оставаться один, если вам не хочется. Это очень мило. Но вряд ли я смогу разделить ложи с кем-то, кто предал меня так, как ты. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Итак, граф Эрол был мертв. Он был мертв. Здесь было одно из правительственных зданий в Найроби. И по одной из версий, Эролу поступил приказ приехать якобы навстречу, где его и убили. Я с ней работаю. Из военного министерства. Если в три ты не будешь спать, для меня это не поздно. Возможно, они боялись, что он стал неосмотрительным и мог поставить под угрозу секретные операции. Я в это не верю. Он очень серьезно относился к работе, но они могли подумать иначе. Но даже если так, зачем им жертвовать самым способным офицером? У многих были более веские основания убить Эрола. Болела ли нога у Хью Диккенсона? Этого никто не видел. Возможно, он просто создал себе алиби, чтобы отомстить человеку, который похитил его единственную любовь? Свадьба с Броттоном не представляла для Диккенсона реальной угрозы, но если бы Диана стала женой Эрола, он рисковал потерять ее навсегда. Я уверен, что душка Хью мог желать смерти Эрола. Но я не верю, что у него хватило бы наглости убить его. Автором анонимных писем почти точно была Гладис Деламир. Мне интересно, что ты собираешься делать. О чем ты? Ты женишься на ней? Это... очень жестоко по отношению к Джоку. Тебя это беспокоит? Ее ревность обернулась безуми? Гладис не нажимала на курок. Это поставило бы под угрозу военные дела. Кроме того, она любила Кению больше, чем любого другого мужчину, даже Эрола. Так что остается Диана. Я люблю тебя. Я никогда не говорила этого искренне ни одному мужчине. Я Пальшон. Пальшон? Возможно, она поняла, что ошиблась в Эроле, и это вывело ее из себя. Броттон, Джон и Диана в один голос заявляют, что Эрол привез ее в три, как и планировалось. Но, может, они лгали? Потому что хорошо известно, что по дороге до Найроби граф Эрол ехал в машине не один. Если той ночью Джосс пытался расстаться с Дианой, она не восприняла бы это так легко. И что бы она ни говорила в суде, она не пошла домой. Я знаю это так же, как и то, что случилось потом из достоверного источника, о котором я не собираюсь говорить по телевизору. Конечно, вы имеете право мне не верить, но это правда. Боюсь, что она все-таки лгала. Многие поселенцы думали, что Диана была убийцей. К тому же, она умела стрелять. Не знал, что ты умеешь стрелять? У женщины должны быть секреты. Кроме того, Диана хотела стать графиней Эрол. Мои родители приехали в Кению в 43-м году, через пару лет после убийства, и почти все еще были там. Моя мама терпеть не могла Диану, она считала ее вульгарной, но даже она была убеждена, что Диана намеревалась выйти замуж за Эрола и поменять старого баронетта на молодого графа. Нет, я не думаю, что она убила его. Возможно, она действительно его любила, ведь отсутствие у Джоса денег не смутило ее. И что же будет? Ты меня знаешь, я не пропаду. У Эрола нет ни гроша. Буду работать. Ты всегда говорила, что не выйдешь за мужчину без денег. Я изменилась. Люди меняются. Диана была там и видела убийцу. Вина или жалость заставляли ее молчать? Психическое здоровье Дианы было в полном порядке. Полиция в этом не сомневалась. Зато Джог Броттон был близок к безумию в тот ужасный вечер. Этот странный ужин, когда они отмечали измену его жены, разозлил его как никогда. Она может уйти и жить с ним, если хочется, но я не буду за это платить. Пойдемте. Я еще выпью. Джог. Бармен. Когда они расстались с Джун, он отправился на поиски любовников. Сначала он пошел на праздник, о котором они говорили, а затем искал их где только можно. Наконец, он нашел их здесь, на дороге из Нгонга в Найроби. Сейчас здесь больше машин, чем в 41-м. Видеть их вместе было для него слишком тяжело. Он вытащил пистолет, о пропаже которого предусмотрительно заявил в полицию и выстрелил. Когда Эрол был мертв, Броттон поднял пистолет и выстрелил еще раз. Пуля задела Диане шею, она закричала. Но, похоже, ее крик привел его в чувство. Что он наделал? Он помог ей выбраться из машины, и они столкнули ее с дороги в этот овраг. Прагматичная Диана не собиралась оставаться вдовой безумного убийцы. Она взяла все в свои руки. Она слетала в Йехансбург и нашла там самого лучшего адвоката. Надо было спасать то, что оставалось. Как вы отреагировали на известие о смерти лорда Эрола? Я был ошарашен. Разве это не было решением ваших семейных проблем? Конечно, нет. Эти проблемы было не решить. Как это не решить? Я не знаю ни одного мужчину, которому хотелось бы жить с женщиной, безумно влюбленной в другого мужчину. Но ей нужно было нечто большее, чем хорошая защита. Чтобы избежать краха, надо было использовать другие методы. Записи, сделанные полицией на месте преступления, каким-то образом исчезли. Джон Карбери дала ложные показания и, подставляя саму себя, предоставила Джоку алиби на всю ночь. Возможно, она чувствовала свою вину за то, что помогала любовникам. Наконец, друзьям Джока удалось в качестве старшины присяжных посадить его преданного Бродобрея. Казалось, что власти ничего не заметили. Почему? На войне разделенная нация это слабая нация. И пропагандисты упорно трудились, чтобы объединить британские верхи и низы и похоронить любой намек на эгоистичную и гедонистическую аристократию. Что бы им пришлось делать с распутными графами и пьяными баронетами, сексом и жестокостью под тропическим солнцем? Меньше всего им нужны были сплетни об обезумевшем британском аристократе. Схема сработала и Броттона оправдали. Ему повезло. Скоро Диана оставила его и в Англию он вернулся в подавленном состоянии. 5 декабря 42-го он покончил с собой в гостинице Адельфи в Ливерпуле. Это церковь Святого Павла в Киамбу. И здесь был похоронен Джосс Эрл. Рядом похоронена его вторая жена Молли с не менее трагической судьбой. Это был конец его истории. Джослин Виктор Хей 22-й граф Эрл. Остальные погрязли в пьянстве, танцах и разборах. Как ожидалось, самой хваткой оказалась Диана. Она еще два раза была замужем. Ее последним мужем был пасынок Гладис. В Кении она стала известна как прекрасная и загадочная леди Деламир. Чтобы прикрывать шрам на шее, она до конца своих дней носила длинные волосы и, если убирала их, то всегда надевала шарф. А что же стало с Бродобреем, Джока, который так сильно ему помог? История умалчивает, какую награду он получил, но одно точно, Броттон в долгу не остался. Сразу после того, как его оправдали, он отправил в Англию телеграмму. Спасен. Но был на волосок от смерти. Авторы сценария Тина Пеплер и Джулиан Феллоуз. В ролях Дэвид Келдер, Уильям Скотт Мессон, Джозефин Баттлер, Рейчел Филдинг, Джулиас Сент-Джон, Чарльз Дэш, Саша Уолдер и другие. Композитор Филипп Эпплби, художник-постановщик Тим Хатчинсон, оператор Йен Мосс, продюсер Клэр Аллен, режиссер Делли Томас. Фильм переведен и озвучен компанией Интракоммуникейшнс 2008 год. Фильм. Фильм. Продолжение следует...